Всем привет, с вами снова Придонки. Вот вскрываем двигатель, который практически толком не ездил. Ну ему навалили. Да, ну ему давали просраться, короче. От него, видите, валяется карбюратор, конечно, сейчас двоим осколки от него огрызки. Вот от него все. Он вообще толком не езденный. 1800 километров его родной пробег, ну, как говорят. Вот это валяли, согнут руль, фара распутачена, видите, на нем тут просраться давали. Ну и, ну, чтобы понимали состояние мопеда, вот от него, видите, родной обвес, крылья. Ну и совсем, чтобы понимали, вообще, чтобы наглухо понимали состояние крышки. Она буквально просто, она девственная, она как из магазина, совсем, совсем. Ну и вот, вот, видите, я не просто так ехал, стоит, видите, мой зелебобер, но я не о нем речь веду. Компрессии нет, мы сейчас решили снять крышку, посмотреть, в смысле крышку-головку. И сейчас я вам покажу один-два раз, один-два раз. Ну, сейчас просто покажу колеса. Вот родная краска на баке. Вот такие они шли, это 80-х какой-то год, это советский. Ну и колеса. Состояние колес, чтобы вы тоже понимали. Резина. Видите, да? И вот такие колеса. Я таких колес не бедал уже, ну, не знаю, где он стоял. Это божделенная мечта многих реставраторов. То есть, тут, по сути, нечего реставрировать. Ну и сам мотоцикл. Обратите внимание, родные резинки. Вилка, состояние вилки. Трехлазка, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Саня, без мата, я снимаю. Сейчас мы покажем. Ну, да, да, да. Я сказал, что компрессии нет. Тут прожар. Вот что такое бедная смесь, пацаны. Я уже понял, что он хотел сказать. Шура. Ребята, это бедная смесь. Вот он стоял 360 лет. И вот, значит, что хочу сказать. Ну, фи-нули, нулевой, видишь, он. Да, 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 он вообще канулевый. Парень. Да, парень. Ну, это вообще. Видите, вот, родной сепаратор там торчит. Сепаратор. Да, видите, он. Кезновидно, не видно. Дырки там, вон, видите, торчит. Вот тут резинки какие-то стояли, видишь, что ли? Да, да, да. Ну, их потеряли, видимо. Они должны, да? Да, они ссыхаются, вылетают. Ну, проворачиваем, смотрим. А что, проворачиваем, надо снимать, хорошо, вздергивать. На вон, наступай, сковорим его. А, поршень утопить. Да что там утапливать? Ребята, вот это и есть бедная смесь. А, выработки-то нету, нет? Выработки нет. Это, скорее всего, канолевый, родной цилиндр. Кстати говоря, с прокладкой нет, вот это есть. Прокладка я не вижу, по-моему. Нет ее. Это советский, видите, как продукты сгорания алюминия, когда алюминий плавится, отгорает. Вот. И у меня были дырки, когда брат мне прожег дырку в этом цилиндре. Видите, написано, ноль. Все дела. Дырка была из 10-копеечной монеты, здесь больше. Здесь, видимо, так садили на все деньги. И так, стоп. И все ругаются на поршень. Приколист. А тут вообще, тут стеночки, тут вообще нет никакой. Тут, я не знаю, тут, ну... Ну, чтобы вы могли рассмотреть, ну, сколько тут толщина стенки. Ну, 3 мм, и того нам нет. Ладно, сейчас продолжим. Это вообще ужас. Ну, зато вот тут сохранился и стоял. И вот, я пока уж тут просто покажу состояние девственное. Посмотрите. Он так ржавел чуть-чуть. Состояние резинок, демпферов. ОС. Вот, родной. Ну, и так, покрыли, покрыли, наверное. Да, 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 да. Вот тут, вот тут. Это все заводское, ребят, родное. Да никто тут не вошкал, не лазил, не лозил. Ну, понятно, тут уже. Это уже 80 какой-то, вот там, в последние годы выпуск ПС. Но. Я не соседей. Да, да, да. Прям сюда его, прям, взгромозди на место, где он должен быть, должен. Ну, не видно под этим. Ну, вот, ну, бликует. Ну, хочешь открывать. Бликует. Ну, скажу вам, ребят, мне Шура подарил сиденье, сейчас пока распакую, и не хуже. Чтобы вы тоже понимали. Ну, там местами есть, конечно, костки. Но состояние сидухи, оно практически. Это, видите, еще тут попой потер чуть-чуть. Но оно, кстати, у нас японца. Так что сидуха тоже, видите, тут есть всякие такие маргунцы. Но не сильные. С этой стороны получше. Да я вот что тут обращать, тут все ясно и понятно. Оно просто грязное, где-то тут валялось оно. Что-то вот это косяк, я вообще и всегда их выкидывал. Мне тут это все бесило. Просто вымораживало, выкидывал постоянно. Это помоется. Ну, начинается. Что-то хоть тут. Хе-хе-хе. Как она тут откроет, стулья нет? А вот, кинем себя с этой стороны. Вот она. Не могу залезть. Что, измажин? Нажми на нее чуть-чуть. Все, поднимай ее. И вот она. Все, да. И вот тут все работает. Все четко. Ну, это кожа. Ремонт кожи есть такая штучка. Не знаю, да. Да ладно, огонь. Обратите внимание, родные все дела. Родный идиотный мост. Идиотный. Вот он, родной предохранитель. Такой должен быть с завода. Такого сейчас найти днем с огнем, но поищешь еще. То есть, понятно, сейчас их реставрируют туда-сюда. Но родная, обратите внимание, пружина, которая возвращает назад. Подставку. Фиксирует ее. Там он, я его видел, обратил внимание, там лежит трос. Тормоза. Тормозы, да. Тоже днем с огнем, поищешь. Ну и я вам сейчас покажу. Гену-гену. геногеногеногеногена геногеногена геногена 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 вот такой вот по красоте гена я только не знаю почему он такой стоит видимо последние годы опуска у меня японские все ну старые так называемые более древние вот видите целиком алюминиевое там железяков скраплениями не помню название и вот святая бардаков это одно и свято ты не крашен и ребята так что из завода чтобы узнали бак дошла показывал темно не вид их и на том что даже бензин есть куда ну как там завести тощим ребята представляете парни пытались завести просто дергай все ногой на ступи на мотор надо чем-то на поддеть его только не сломать ничего и я молотком осторожно так мы нападели с двух сторон саня я молотком саня угольником уголком поднимай при вас вот никаких постановок станет на мотор ногой и тени и вот видите родная прокладка по теория она порвалась посмотрите какая прокладка на ветер вот все это фирма родная деда толстая я возле димали как видите манифольта или по трубам виде завернут сюда то есть по ходу мотоцикла он завернут вправо такая особенность интересно а ну-ка но я цены на живой и столько впереди чуть может какие-то 30 летом нет нет никаких нулей но это шлифануть на фон не надо ничего шлифовать мы его просто этим сам я посмотрим его от моем если там есть налета от алюминия мы просто вытравим все и надо запилить обязательно кромки окон держи да так ну что продолжаем нашу потеху и вот видео он выглядит и твою мать это вообще твою мать обращай нож кому нож кому да еще не знаю ну-ка по ложкой вверх-вниз если коленвал живой нет ну и слава богу это самое главное ну можно просто да ну понимаете что тут парня дали ему под жопу просто под строку и вот тут намазала видите кольца залезли дырку проплавила но и чтобы не перли на изготовители пошли что там тонкие вот посмотрите что тут толщина какая а то тут начинаете тут еще тут был самый тонкой мест он здесь прогорел ладно сейчас мы снимем поршень посмотрим я уже у вячеслава еще поршень уже прошу себе в коллекцию чтобы стоял на столе чтобы каждый раз показывать как он выглядит когда накорячивать не по делу снимаем даже видите есть резинка под аккумулятор это очень дичь да так ведь от резинки остались следы вот они аккумулятор на секунду просто я не знаю только резинка есть нету это я не увидел ее но родные видят все эти резинки давай снимаем поршень вот видите даже есть целая аккумуляторная резинка там есть и коски мелкие смысле от времени вот родные хмуты вячеслав достаёт да 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 это уже кто-то уже колхоз у него там видимо они кончились порвались но они очень штуки ненадежные но ничего не поделаешь но не время ну подается да ну дорого стоит рада снимаем давай эту пошли пистон пистонская время писал все сняли вот он весь в прихватах весь дырявый ну что мы достали ну тут вот уж и здесь происходит вообще дичь заплывал туда бы это просто это кто-то на нем срал на все деньги просто напердоливал это какая-то дичь просто сидеть дичь уходил от погони да но видим ушел но сепаратор живой никаких мертвяков на нем нет надо конечно промыть криво шип может быть там какие-то продукты сгорания любения хотя плавления может быть залетели но вот так у засрать стандартный поршень стандартные кольца на это надо было просто по на рамках данного мотоцикле с пробегом 1800 километров я не смог открутить вот такие дела так это ко мне по-любому на стол я поищу тебе нулевой ремонт и не знаю найду кукольца точно есть не мешок целый вот насчет поршня не знаю не уверен гляну ну ребята показывать больше нечего вот как погибали пс они как помирали молодыми это все из-за тупости я не знаю как вообще что тут вообще происходило но новый мотоцикл новые 1800 километров как можно было так обосрать чтобы он просто взял и умер только непонятно на этом карбюраторе на родном или на каком-то другом я думаю на чизаторском тут надо хотели сильно поднять мощу и вот начали чудить и ну и вот кончилось вот из колхоза так вот что видите тут на дерибасовской случилось а холера и и схватила одна б от кавалера его случилось вот что видите там поставили проставку туда-сюда ну в общем как смогли заколхозили не знаю кто такие продают если у кого-то знаете переходник такой давайте маяк брат ну думаю что если вячеславу соизволит мы попытаемся кстати вот если из тех лет это вот оттуда ты при времена ссср еще тогда колхозили мы будем пытаться заводить его будем пытаться я не говорю что да потому что плана могут меняться кстати подножки поставки вот видите тоже стоит да тут то это что стоит у меня то прямо ты дух прям сравнивают так то так то 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 так то не видимо скользили на боку и вот ножка моя советская советская рама это что стоит тут мотоцикл ребят значит все показывать больше нечего просто у меня мечтал в поле как на резине где-то был увидел с 1900 а на диске 1980 вот не 81 не важно какой там вот главное что все это в таком состоянии вот мотоцикл еще и в таком состоянии но советские не японии японец но то вы сами видите сюда тут состояние просто удивительно но руль согнут бывает тут родные гайки все там все эти дела в общем все теле больше нечем сейчас поедем гараж это буду искать но пальцы есть точно я не знаю в каком состоянии есть поршни нулевые но состоять не знаю что не придумаем точить нечего поршень мотоцикл проехал 1800 километров я должен тебе исполнить наличие вот этих вещей ну да 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 тут родные на них тут многие тут на этот фетиш некоторые занимаются анонизмом ожалтелом слышу итальянскую речь ладно ребят все я может продолжим гараже я буду скрипеть насчет поршня ну ладно все выключаешь ну приехал в гараж вот на плену не померил поршень смотрите нас держится видна не видно размер рассмотрит они на чем 76 там такая дичь пацаны толщина прогоревшая ну чтоб вы понимали ну минимум ну не знаю ну миллиметров пять прогорела как на нем нужно было долбить было так горячо под видео он прогорел изнутри не снаружи не здесь воронка а изнутри настолько там было горячо что он просто прогорел от того что вот вообще и толщину смотрите какая толщина и когда вот говорят на самодельной поршень то сего там вот эта история но это ребят несостоятельно и вот хотя для этого я здесь вот в этом месте где у нас здесь получается улесилила окна выпиливаю чтобы вот эту горячую подушку газов оттуда выпуливать чтобы не прегревался сепаратор чтобы не кончался вот здесь вот я много раз показывал где делаю вот что такое но увидеть что творится то просто полное дерьмо ну как так просто куда вы перли бесноватые неужели не жалко технику это мотоцикл с пробегом 1800 километров чтобы понимали насколько жалко пошли сейчас такой поискать и найти я сейчас буду искать пошли не на увижу не вижу есть такой нет хрена знает и по маркировкам не знаешь вот увидите скажите что сие букву означает я не знаю вот 7601 вес не знаю это фирма не фирма но это и поиск и фпс у нас не волнуй там какой-нибудь 75 74 слишком маленький 7601 изготовитель неизвестен есть нулевой размер это в замену вот этому залившим вот этому вот этому что это такое я не знаю семь 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 восемь семьдесят девять семьдесят пять девяносчетыре вот это может быть пошел бы ну то есть что то есть поставить карпову его ps будет ездить не хуже 76 ветер спрашивают типа 76 и непонятно ну короче надо разбираться что то есть 77 0 это что такое 75 95 ну что-то короче есть для к по отчет найдем так я взялся мерить поршень фирменный стандартный родной выставляем 0 чухой 0 и меряем поршень который стоял на поясе карпово 75 79 показывает ну вот так вот короче вот сейчас 75 83 видно как он зафиксирует показать видно и видно вот поршень который пробег 1800 километров стоял на все вот там был почуханный воздушный фильтр побитый и вот и какой-то красил тут чем-то тут то сюда не знаю как с топора что вообще вот этот поршень может преградить он практически такой же какой надо обратите внимание вот стандартный поршень валяется который мы купили мотоцикл мистер видите литье все один в один кокели такие же и маркировку сейчас посмотрим вот у этого его это вот тут написано 117 но я ближе нет я не знаю как я не вижу вставать не охота и тут 117 то есть одно и то же и на видно не видно хрена знает ладно сейчас стану ради такого случая подниму свою задницу видите да то есть это стандартный фирменный поршень так что карпово поставить есть чего есть стандартные фирменные кольца изюмительное вообще изюмительное сохраняя и тут еще видите с левой стороны пошли тут еще целые куча то есть есть что ставить ему вот в этом отношении карпову повезло есть и пс и фпс ладно ребят на этом все дальше там что будет подвигаться буду показывать по местности всем пока это был и шпс не год не знаю 80 какой там там 2 4 хрена знает с пробегом ну по заявлению хозяина 1800 километров он валялся на боку слегка пухнули но то ну вот это вот от него не менее на это стандартный фирменный поршень